Разработка стартового котлована – один из важнейших этапов строительства новой станции метро. Специалисты отмечают, чтобы соблюсти все сроки, закончить этот процесс необходимо к середине декабря. После этого строители смогут смонтировать тоннель-проходческий комплекс и начать вести ветку метрополитена в сторону Алабинской. Стартовой частью котлована сейчас занимаются в районе улицы Галаксионовской. Общая глубина котлована 21 метр, опустились сейчас на 14 метров уже. Сейчас приступаем к монтажу третьего пояса расстрельной системы. Эти пояса необходимы для того, чтобы удержать ограждающие конструкции котлована в неподвижном состоянии для дальнейших производств и работы. Тоннель, ведущий к станции Театральная, будет пролегать на переменной глубине. 21 метр в районе Галаксионовской с повышением до 16 метров на улице Красноармейской. И, наконец, на полевой глубина котлована достигнет 18 метров. Самая низкая точка расположится на приближении к зданию областного арбитражного суда и Самарской площади. Метро уйдет на глубину около 30 метров. Затем снова пойдет на повышение к улице Полевой. Такая вариативность позволяет снизить влияние метростроя на жилые дома и другие здания, сузить зону, чтобы для окрестных строений акустические и вибрационные нагрузки во время работы метрополитена были минимальны. Строители особое внимание уделяют этому вопросу. Дома более поздних годов постройки не пострадают, а вот здания, которые возвели в ранние годы, могут осесть. К таким, например, относится корпус технического университета, признанный объектом культурного наследия. Фундамент строения – бутовый. Под ним рабочие заранее возведут дополнительные грунтоцементные сваи для укрепления, чтобы избежать аварийных ситуаций. Забуривается под край корпуса скважина, через который поддается под давлением раствор, который обеспечивает грунтоцементную сваи. Образование сплошного массива, дополнительные фундаменты под ним, 15 метров глубиной. Эта стенка, сплошная стена 15 метров глубиной на всю глубину стартового котлована. После подготовки стартового котлована и выполнения сопутствующих задач строители развернут в тоннеле проходческий комплекс, который пойдет в сторону Алабинской. Его максимальная скорость достигает 500 метров в месяц, но специалисты решили пока держать ориентир на 175 метрах. Все, чтобы не нанести урон историческим постройкам и домам в зоне строительства метро. Активно сейчас работают и в границах улиц Полевой, Самарской, Новосадовой. Там заканчивают переносы и подключения инженерных коммуникаций. Параллельно также начали сооружать стартовый котлован. Все необходимые усилия мобилизованы для сохранения ритмичного строительства новой станции театральная. Детально производство основных и сопутствующих работ обсуждается и в мэрии на совещаниях, которые проводит первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Какими темпами специалисты бы не трузились, в любом случае для горожан стараются минимизировать неудобства. Первый вице-мэр делает акцент на том, что они временные, а строительство метрополитена – веха в развитии городской инфраструктуры. В будущем новая станция обеспечит транспортную доступность исторического центра. После ввода театральной время в пути по ветке составит 20-25 минут. Также появятся технические возможности сократить интервал движения поездов до 7-8 минут. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.